С момента начала ледостава на реках Коми уже погиб один человек. В Усть-Цилимском районе рыбак на снегоходе провалился под лед и утонул. Об этом на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили сотрудники МЧС. По их словам, еще одной трагедии удалось избежать. В Княжпогодском районе мужчина пытался перебраться через реку на самодельном плавсредстве из пластиковых бутылок и едва не утонул. Ему помогли спасатели. К слову, за выход на лед в запрещенных местах предусмотрено административное наказание штраф от 100 до 1500 рублей. Сегодня государственные инспекторы по маломерным судам ежедневно выезжают на профилактические обходы рек и водоемов, мониторят ледовую обстановку. Сейчас на самом деле лед очень опасен и правилами охраны жизни людей на водных объектах в республике Коми определены критерии опасности, при которых запрещен выход людей на лед. Это толщина льда менее 10 сантиметров, цвет матово-белый, желтоватого, сероватого оттенка. Это там, где выступают кусты и деревья. Это наличие полыньи, промоин и различных трещин на льду. Это места, где возможен отрыв льдины от береговой части. То есть напомню, что безопасным лед является толщина более 10 сантиметров прозрачного, зеленоватого или желтоватого оттенка. Сегодня муниципалитеты готовятся к оборудованию ледовых переправ. В этом году их будет 90. Но когда они откроются, будет зависеть только от погоды. Чтобы на реках установился прочный лед, необходимо, чтобы температура в минус 10-15 градусов продержалась не меньше недели. Напомним, в прошлом году первая ледовая переправа в Коми открылась только 11 декабря.